В этот пасмурный день в квартире нашей героини тепло. А всё потому, что за столом собрались самые родные и близкие люди, чтобы поздравить Валентину Петровну с вековым юбилеем. Валентина Петровна в свои сто лет бодра и весела. Она прекрасно поддерживает беседу, рассказывает истории из далёкого детства, юношества, в тяжёлом времени Великой Отечественной. Вот в руках именинницы фотография с мамой. И снова история. И она старалась как-то детей воспитать правильно у нас. И сестра хорошая была. А сколько вас в семье было? Ой, когда я была маленькой, нас в семье было, чуть не один с жили большой семьёй. А потом, в последнее время, у нас двое детей было. А старшую она похоронила мальчика во время банды. А я в 22-м году, и она в 21-м старшего мальчика похоронила. Вот. И мы только двое у неё. Больше у неё детей не было. Валентина Петровна рассказывает, что её семья – это её богатство. Двое сыновей, внуки, правнуки. Да и с невестками повезло. Они мне наряжать любят, а я не люблю. Они мне украшают, на улице попровожают. Ну, старше ворчливый, иногда, может, и поворчу. Вот. Зачем мне эти... Я этот плать не надену, я вот это надену. А так всё нормально у меня. Никаких у меня ссор. Трудолюбие и любовь друг к другу. Это самый большой секрет. Любви уважай, и всё будет хорошо. Никто никогда не ругался. Мы прожили вот с братом. У нас никто никогда не повысил голос. Ни мама на меня, ни папа. Никогда не стукнули, как некоторые. У нас всё было хорошо. Вот в квартире именинницы снова гости. Поздравлять Валентину Петровну приехали представители областной организации ветеранов войны и труда. От имени областной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов мы вас поздравляем с этим великим праздником, с такой прекрасной датой. И вот мы вручаем вам благодарственное письмо от имени председателя Тамбовской ветеранской организации Кузнецова Александра Николаевича. Отрудилась наша героиня много. В годы Великой Отечественной в колхозе. А после 37 лет работала в детском доме глухонемых. Сначала женщина была воспитателем, позже сурдопедагогом. Даже сейчас, в свои 100 лет, Валентина Петровна помнит язык жестов. А вот такие вот слова. Ну, 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 прямо. Вот это буква П, ПА, это буква А. И вот тебе папа. Вот буква М, вот тебе МА, МА. Главным секретом своего долголетия Валентина Петровна называет трудолюбие. А к человеку столь почтенного возраста стоит прислушаться. Олеся Павлова, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область новостей.